А здесь очень красивый горный ручей, речечка, и страусы себя чувствуют просто прекрасно, наблюдая такие красивые горные виды. Да, в этой речке наверняка плавает рыбка форель, а в моих реках, джунглей, плавают не только форель, но и даже рыбы пираньи, так что нужно быть очень аккуратными. Страусы это не просто птица, они также несут яйца, и их перья тоже идет в код, так что здесь очень интересно, гляньте какие они огромные. Да, смотрите, страус это единственная птица, которая не умеет летать, но она очень-очень быстро бегает, и наверняка вы слышали, что также страусы прячут голову в песок при опасности. В прошлой серии папа и Буба нашли 100 баксов от Орла и Решки, и сейчас мы будем их тратить. Но прежде мы зайдем в ресторан итальянской кухни и подкрепимся. Смотрите, вот это подземелье. Здесь, наверное, было подпольное казино, в котором играли Коза Ностра. Смотрите, какие портреты, ух, какие серьезные мужчины. Я подготовила для райдера и трекера сюрприз и заказала итальянские блюда. Ребята, смотрите, вот у нас стоит равиольки, вот это паста, а вот это ризотто. Ну, приятного аппетита. Давайте будем кушать. Я буду, конечно же, пасту. А я буду мои любимые равиольки. Я буду кушать ризотто. Какой вкусный коктейльчик. О, да, это чизкейки. Я так люблю чизкейки. Сладость, ням-ням. Какая вкусная панакотта из сапечерских фруктах. Я ее люблю. Это мой самый любимый десерт. Вот это мы наелись. Да. Да, мы наелись до отвалу. Ну, а сейчас пора за сувенирами. Вот это да. Это, оказывается, настоящий шоколад. А выглядит, как будто это ржавое железо. Ух ты, ням-нямка. Красивые замки. Какие праздничные витрины. Здорово. А это лавка пряников. Сейчас я найду самый красивый пряник. А вот еще, оказывается, елка с пряниками. Вот это да. Ух ты, какие милые пряники. Губка, боб, покемоны, цыпленок, миньон. Какие смешные. А вот и свинка Пеппа. Привет, свинка Пеппа. Как твои дела? Ух ты, тут еще и вкусненькие десертики. А это музыкальная шкатулка. Здорово. Красиво очень. А сейчас мы подлетаем к мастерской карамели. Тут такой сказочный замок. Настоящая феерия красок. И я слышу, кажется, там что-то едет. Ух ты, какие красивые карамельки. Так хочется купить какую-то из них. А вот и он гребет. Привет, птичка. О, вот этот паровозик. Чух-чух-чух-чух-чух. Интересно, что он везет. Наверное, множество карамелей. О, это маршмеллоу. Вы представляете, эта лавка полна изделий из маршмеллоу. Тут и букетики. И вот такие красивые фрукты. А это у нас цыплята. Класс, привет, цыпляна. Ух ты, это же паровозик. А это здоровенные торты. О, миньон. Привет, миньон. Как твои дела? Банана. Банана. Этот аппарат делает чудесные монетки. Тут мы сейчас будем делать монетку. И мне поможет Буба. Так, так, так. О, сейчас будет волшебство. Ух ты. Вот это да. Здорово. Ну вот, мы накупили столько много сладостей, что мы сможем угостить всех своих друзей и сами попробовать вкусняшки. Привет, друзья. Смотрите, какая необычная беседка. А я вас приглашаю посетить сувенирный рынок. Полетели со мной быстрее. Эта беседка называется Гаштет. Вот такое вот необычное название. Это название пришло с Западной Украины. И, кстати говоря, посмотрите, у этой беседки даже есть крыльцо. Посмотрите, здесь пасутся коровки. За ними смотрит пастух. Здесь же рядом дорога, и он следит, чтобы их не сбила машина. Вот, смотрите, какое-то колесо от телеги. Что с ним произошло, интересно? А сейчас я подлечу и попью водицы с колодца. Смотрите, какой милый Гуцул и Гуцулка приглашают напиться водицы. Ребята, посмотрите, там же Зайчик с мамой. Сейчас я подлечу и с ними поздороваюсь. Здравствуйте, семейство Зайцев. Не бойтесь меня, я всего лишь собачка Скай. Я прилетела с вами поздороваться. Ух ты, какая грозная хозяйка. Она приглашает посетить этот милый домик вместе с казаком. Наверное, приготовила очень много вкусностей. А вот эта коровка, она помогает этой хозяйке и дает много молока, с которого она делает и сметану, и творог, и масло, и сыр. Какой милый ягненок. Он совсем крохотун. И этот пастух взял его на ручки, чтобы он не боялся. Вот так вот я могу сфотографироваться вместе с пастухом и ягненком. А это огромный грозный бык. Вот так вот. Ой, откуда здесь взялся лось? Неужели он прибежал с лесу? Нет, это шутка. Это скульптура лося. Посмотрите, ребята, сколько здесь овечков, барашек, ягнят, козочек, коровок, свинок. И даже здесь есть кабан. Представляете? А вот здесь семейство Аистов. Они дружненько стоят и о чем-то шепчут. Посмотрите, какие веселые кувшины. А лебеди какие красивые. А в глубине вот этого магазинчика целая хата с старинными тарелками, утварью и различными предметами быта. Вот здесь вот, например, очень красивые птицы, которых можно купить и установить на улице вместе с красивыми цветами. А это красная шапочка. Она говорит, волк, не тронь меня. Видите, как держит ладоши и защищает пирожки для бабушки. Сейчас подлечу поближе к лосю. Он же не настоящий, потому мне не страшно летать возле него. И можно даже сфотографироваться. Ой, смотрите, тут еще одно семейство Аистов. Многодетная семья, самая настоящая. Так, а здесь, смотрите, как интересно, здесь старинная одежда, иконы, кровать, печка, посуда глиняная. А как все красиво расписано, красота-то какая. Ребята, вам нравится? Смотрите, какой необычный дом. Даже какой-то гном пытается вскарабкаться на него. А вот этот динамит наверняка оставил мэр Хамдингер и хотел сделать какую-то пакость со своими котятами. А здесь какая красивая мельница. Просто сказочная. Красивый мостик. И здесь влюбленная парочка гуцулов. Как они красиво одеты. Ой, ребята, это же заяц со сказки Алиса в стране чудес. А это знаменитый чеширский кот. Также из этой сказки. А сейчас мы подлетаем к замку принцессы Фионы. Смотрите, вот король, вот королева. Ну а где же Шрек, принцесса Фиона? А, вот он, знаменитый кот в сапогах. И даже фея на каще. А, вот и Шрек, осел, принцесса Фиона, луковичная карета. Как здесь интересно, как будто в страну с каких-то сказок попало. А вот лошадь везет монаха с какой-то огромной бочкой. Как это все интересно, олень. Гляньте, какие у него огромные рога. А сейчас я подлетаю к мотоциклу с коляской, который принадлежит вот этому храброму полицейскому, который следит за правилами дорожного движения. Здорово, я могу даже здесь посидеть, в этой коляске, или даже прокатиться. Вот так вот. Здесь также много различных фигурок, казаков, поваров, котелков, различных мангалов и предметов интерьера. А здесь, друзья, женщина-манекен сидит за роялем. А вы, друзья, напишите, понравился ли вам этот сказочный городок, рынок сувениров? И, может быть, в следующий раз мы еще покажем что-нибудь подобное. Смотрите, друзья, какой необычный домик. Там сидит старый гном и рассказывает детям сказки. А это необычный заяц. Он сделан из пазлов. Возле него можно сфотографироваться и загадать желание. И вон еще вдалеке тоже несколько зайчиков. Они повыпрыгивали с леса и играют в радугу. А вот этот благородный олень встречает всех посетителей этого прекрасного сувенирного рынка и приглашает в гости.